Для решения проблем с питьевым водоснабжением населения Сурхандаринской области реализуется проект по прокладке магистральной сети из водохранилища Тупаланг в Сыросийском районе. Для строительства привлечены инвестиции международных финансовых институтов. В настоящее время осуществляется первый этап. По завершении проекта, как ожидается, 90% населения области будет обеспечено чистой питьевой водой. В последние годы развития системы питьевого водоснабжения и обеспечения населения качественной питьевой водой рассматриваются как одно из приоритетных направлений социальной политики. Последовательная реализация программы и проектов в этом направлении позволяет значительно улучшить услуги централизованного питьевого водоснабжения в городах и районах, в том числе в сельской местности. Одним из таких крупных проектов является прокладка магистральных сетей водопровода на 400 километров от водохранилища Тупаланг. После завершения проекта будет полностью решена проблема обеспечения питьевой водой 90% жителей Суркандаринской области. Заметьте, сегодня лишь 54% населения региона обеспечены централизованным водоснабжением. К разработке концепции доставки питьевой воды из водохранилища Тупаланг в отдаленные районы региона были привлечены 40 отечественных и зарубежных специалистов. Реализация получившегося в итоге сложного и масштабного проекта уже идет полным ходом. На дне водохранилища Тупаланг ведется строительство сооружений для сбора давления, очистки и распределения воды. Сначала вода из водоема поступает сюда, а затем подается в магистральную трубу. Мы сейчас находимся у подножия сооружения, которое в ближайшем будущем обеспечит чистой питьевой водой население Суркандарьи из водохранилища Тупаланг. После того, как тут соберется необходимое количество воды, она через специальные ворота попадает в магистральные трубы, которые в свою очередь направят ее к водоочистным системам. Вода поступает сверху, и эксперты говорят, что такое естественное давление позволяет доводить ресурс до всех регионов одинаково. На данный момент начаты земельные работы по переносу водопроводных сетей. К магистрали уже подведены металлические трубы для доставки воды в один из районов области. Для обеспечения населения Суркандаринской области питьевой водой уже видны первые реализации государственного проекта. Мы приняли первый эшелон, состоящий из 14 вагонов. В каждом вагоне по 8 металлических труб общей продолжительностью 1,5 километра. Всего же протяженность трубопровода составит 193 километра. Из них 168 будут направлены в районные водоочистные сооружения. Вот два факта о реке Туполанг. Берущая начало с южных склонов Гесарского хребта, она протянулась на 117 километров. Река пополняется в основном за счет сезонных осадков, дождей, снега и таяния ледников. Верхнее течение называется Сарёсиё или Корасов. А затем Талешуш. Сливаясь с рекой Гувасой, образуется река Туполанг. Состояние и состав воды были изучены научно-исследовательским институтом ирригации водных проблем при Министерстве водного хозяйства Узбекистана. И установлено, что данное место является экологически чистым. Вода не просто пригодна для питья, но и обогащена полезными для организма минеральными свойствами. Снова возвращаемся к теме. Для второго этапа проекта обеспечения населения чистой питьевой водой, а именно организации очистных сооружений и распределительных устройств, выделено 8 гектаров земли. Мы стоим у водоочистного сооружения. Сюда поставляются трубы диаметром 1420 мм. Сейчас ведется первичная их проверка, а через некоторое время начнем монтаж. Каждый шов после сварки будет проверен методом дефектоскопии. После заключения специалистов трубы будут сданы в эксплуатацию. В сооружении с помощью передовых технологий регулярно будет вестись мониторинг качества воды. Если по всей области жесткость воды составляет 14, то из Туполанга она имеет жесткость 4 в неочищенном виде. Но после фильтрации качество воды улучшится. Согласно данным, общий объем используемых водных ресурсов в Суркандаринской области составляет 4270 млрд кубометров в год. При этом основная доля показателя приходится на водохранилище Туполанг. Проект общей стоимостью 138 миллионов долларов планируется запустить в 2024 году. Благодаря этой системе улучшится водоснабжение 1 миллиона 700 тысяч жителей области. Продолжение следует...